В Алматы вынесли приговор несовершеннолетнему Мухиддину Исламову, который был одним из участников погромов у Прайм-Плазы. 31 августа на концерте, после ухода со сцены певца Кайрата Нуртаса, подросток забросал камнями площадку возле торгового центра. Исламов признан виновным в хулиганстве, однако исходом суда он остался доволен. Почему, выяснил Сергей Ким. В ювенальном суде города Алматы завершился первый судебный процесс по делу о погромах у торгового центра Прайм-Плаза. За сегодня приговор прозвучал для несовершеннолетнего участника громкого во всех смыслах события. Перед началом финального заседания в зале суда напряженное ожидание. Неудивительно, по статье хулиганства с применением предметов, опасных для здоровья окружающих, подсудимому грозит до 7 лет заключения. Ранее 16-летний Мухиддин Исламов признал, на концерте после ухода со сцены кумира Нуртаса он с друзьями бросал камни в знак протеста. Судимый Исламов обязуется без ведома специализированных органов не гулять по ночам, не посещать в ночное время развлекательные центры. При переезде или смене учебного заведения он также должен извещать специализированные органы. Ограничение свободы сроком на 2 года. Таков приговор в отношении Мухиддина Исламова. При вынесении решения суд учел возраст подсудимого, то, что он ранее не совершал преступлений, а также положительные характеристики. Исламов закончил 9 классов школы и сейчас не работает. Доказать причинение подросткам материального ущерба, а это в сумме десятки миллионов тенге, следствию не удалось. Я думаю, что в данной ситуации детей обвинять в том, что они совершили в особо крупном размере, миллионами тенге, я считаю, это бессмысленно. Надо найти виновника непосредственно, кто был зачинщиком вот этого всего. Вот с него взыскивали. Защитник рассказал, что приговором его сторона довольна и подавать апелляцию они не намерены. Завершение этого процесса – это начало череды судебных решений и приговоров, потому что под следствием после инцидента оказались сразу 16 человек.